Физкульт привет, друзья и ученики! Сегодня очередное видео ответов на ваши вопросы. И снова будет ответ на один вопрос, он довольно-таки обширный. Не знаю, получится ли осветить его в одном ролике. А вопрос следующий, который вы мне задаете. Как продолжать избавляться от жировых накоплений, худеть, когда дошел уже до критической отметки в колораже своем дневном? Когда нельзя уже ниже понижать питание в плане калорий, но процесс жиросжигания остановился. Чаще всего задают этот вопрос девушке. Итак, девчонки, во-первых, никогда, ни при каких обстоятельствах не понижайте ваш дневной рацион ниже 1200 калорий. Это уже просто опасно для здоровья. Вам и нам никому это просто не нужно. Это опасно. Как поступать, когда вы подошли уже к определенной форме, а если у вас остановился действительно процесс жиросжигания, это говорит о том, что вы до этого делали все относительно правильно, грамотно, но не совсем четко понимали, как и что работает. Во-первых, нужно избавиться полностью от пищевого мусора. Никакого, никакого четмила, никаких поблажек. Что нужно сделать? Нужно узнать, а я уверен, что вы вели тренировочный дневник и дневник питания, сколько всего вы съедаете в сутки. И разделять этот общий прием пищи, который у вас получился, на много маленьких приемов. Если вы до этого ели 4 раза, то нужно начать есть 5-6 раз. Профессионалы, которые выступают, и всеми вами любимая Джанет, которая, кстати, выступает в федерации WBF, это тоже очень крупная федерация, наподобие IPB. У них свой конкурс наподобие мистер Олимпия, так вот, Джанет там уже не первый год, занимает вторые места. Джанет питается примерно 6 раз, когда в межсезонье, и до 10 раз поднимает количество приемов пищи, когда хочет просушиться. Конечно, во многом играет роль генетика, но любой с помощью построения грамотного питания может снижать количество жира в своем организме, вплоть до критического. Но, естественно, я не рекомендую никому это делать. Итак, когда вы избавились полностью от пищевого мусора в вашем организме, избавьтесь полностью от любой молочки. От любой молочки, даже если у вас все нормально с лактозой, необходимо избавиться. По той простой причине, что молочка тоже имеет свой сахар, лактоза, и многие люди, которые избавляются от молочки, получают колоссально новый толчок в плане жиросжигания. И еще один очень важный момент. Если вы до этого не знали, если вы не изучали мою статью, а я уже практически в каждом ролике говорю о инсулине и говорю о необходимости высокого выброса инсулина после силового тренинга и после интервального кардио, кстати, тоже. Для чего это делается? Не нужно вникать, друзья, во все теории, которых сейчас очень много. Самая главная практика. Так вот, практика показывает все мои ученики, ученицы. И сейчас главная моя ученица Таня Федоровичева, которую вы все знаете и любите, у которой больше полмиллиона подписчиков на ее канале. Она сейчас готовится к соревнованиям. И буквально через пару дней ей выходить на сцену. Но до сих пор мы продолжаем, она продолжает. По моим рекомендациям, есть быстрые углеводы. Это банан у нее сразу после тренинга. Единственное, она снизила, раньше она ела банан. Сейчас она съедает половинку банана. Половинку отдает мужу. Но, тем не менее, она продолжает избавляться от жировых накоплений. У нее виден пресс, у нее видны кубики. Заметьте, что мы не делаем классическое кардио. Не делали никогда. Единственное, мы делаем выбегание. И раньше мы даже не делали этого. То есть мы делали вообще никакое кардио. Ни интервальное, ни классическое. Только силовой тренинг и качественное питание. Хочу похвалить Татьяну, кстати, именно за ее подход к питанию. Так как она, никто не подходит. И вы многие видели, что с нами начинала тренироваться еще и Жанна. Но Жанна не выдержала именно испытания питанием. Она тренируется так же усердно, так же хорошо, прогрессирует. Но в питании она дала слабинку. Естественно, ни о какой сцене не может быть и речи. Итак, друзья, что мы сделали? Мы избавились от пищевого мусора. Избавились от молочки. Мы стали питаться как можно чаще. Каждые 2-2,5 часа. Маленькими порциями. Мы едим быстрые углеводы после тренировки. Всегда, сразу. Как только закончили последний подход, последнего упражнения. Сразу, не уходя даже в раздевалку, даже не начиная еще с заминки, нужно съесть быстрый углевод. Это могут быть бананы, это может быть чистый сахар, это может быть витарга. Витарга, кстати, качественнейший продукт. Это вытяжка из sweet potato и самый быстрый поступление обеспечения организма углеводами. Естественно, и выброс инсулина будет мощнейший. Хочу вам сказать, что инсулин и как им пользоваться придумал не я. Это придумали профессионалы. И Ториан Яц, наверное, первый, кто стал это использовать. И посмотрите, как за всего один сезон он увеличил свою, без того, колоссальную мускулатуру. Именно тогда произошел взрыв, произошла революция в наборе мышечной массы. Но я никому не советую колоть инсулин. Это чревато, и вы можете умереть. Вы на 100% практически умрете, потому что ошибетесь всего ненамножечко. Вы впадете в инсулиновую кому, и медики не будут знать, что с вами делать. Кстати, именно от этого и погибает большинство культуристов и от теоретиков. Но это другая тема. Не впадайте в теорию. Вы знаете, что теория без практики мертва. А я вам советую только то, что, узнав даже теоретически, я проверил на практике. Крайне важно, дрыщ вы не дрыщ, жердяй вы не жердяй, худеете или набираете. Поздно закончилась ваша тренировка или рано. Сразу после тренировки едим банан, либо сахар, либо витарган. Это очень важно. Вот шаги, которые нужно сделать в первую очередь. Следующее, что нужно сделать, это ни в коем случае не убирать углеводы из своего организма. Это только еще больше остановит ваш прогресс. Что нужно делать? А я раньше в видео уже рассказывал, что, и вы наверняка это знаете, расхудеете, что есть минимум углеводов, который вы можете достигать, позволять себе, и максимум. Все это находится с помощью тренировочного дневника. Так вот, мы будем с вами кататься на русских горках. Делать понижение углеводов и повышение. Мы говорим, естественно, сейчас о медленных углеводах, о полезных углеводах, которые выбрасывают инсулин в кровь постепенно, не так быстро, как быстрые. Извините за тавтологию. Так вот, в течение 5-6-7 дней можно и нужно по 20-30-40 грамм опускать количество углеводов. И, когда достигнете дна, так называемого, также постепенно, плавно повышаться. Отличие между теми, кто хочет набирать, и теми, кто хочет худеть, в том, что тот, кто хочет худеть, вот эта яма, когда вы находитесь внизу на минимуме углеводов, должна быть у вас 2-3 дня. В отличие от тех, кто хочет набирать, у них яма должна быть один день, и на следующий день нужно подниматься вверх. А вот, как раз таки, когда вы на пике приема ваших углеводов, вы затягиваете на 2-3 дня. Чередуя такие дни, записывая все в дневник, вы настолько грамотно будете избавляться от жировых запасов, причем это никогда не остановится. Но тренировочный дневник нужно ввести обязательно. Именно только с его помощью никто, ни я, ни какой-либо другой специалист не сможет вам посоветовать. Это лучший тренер, который только у вас может быть. Тренировочный дневник и дневник питания. Именно он будет вам показывать, где вы ошиблись, где вы сделали что-то неправильно. И вы сможете подкорректировать себя. А как по-другому еще это узнать? Никак, друзья. Вот основываясь только даже на этих небольших правилах, которые я вам сегодня рассказал, вы можете не останавливаться в прогрессе жиросжигания никогда. Кстати, и в процессе набора мышечной массы. Ведь все мы с вами знаем, что то, что всем нужно тренироваться по-разному, это миф, придуманный фитнес-индустрией, придуманный фитнес-тренерами, моими коллегами, только для того, чтобы вытягивать из вас бабло. А вот то, как нужно питаться, это действительно индивидуально. Настолько индивидуально, что даже порой мы сами не можем четко на 100% говорить о том, что и как нам нужно, что и как для нас и на нас действует. Но тот, кто ведет тренировочный дневник, тот, кто выступает из года в год, знает, как и что на него действует, и благодаря этому он может идти к своей цели гораздо быстрее. Это можно сравнить с парусником, у которого есть киль, руль или нет. То есть вы будете при наличии ветра плыть и, возможно, когда-нибудь приплывете, если ветер будет дуть в нужном направлении. Но если у вас есть киль, если у вас есть руль, то вы всегда приплывете туда, куда вам нужно. И максимально быстро. Друзья, надеюсь, это видео было вам полезным, интересным. Надеюсь, что звук не был плохим, потому что ветер. И поделитесь им обязательно в соцсетях со своими друзьями, потому что все мы братья по железу. У нас одна железная религия и нужно поддерживать друг друга. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Субтитры сделал DimaTorzok